Глицерин входит чуть ли не во все косметические средства, входит в состав некоторых кондитерских изделий, некоторых алкогольных напитков, допустим, ликеров. С химической точки зрения глицерин является сложным спиртом. А форму у него следующее. Внимание, выписываю структурную форму глицерина. Она вам поначалу может показаться сложной. Хотя, если я заберемся, вы увидите, что ничего сложного в ней нет. Скелет молекула образован вот этой цепочкой из трех углеродов. Три углерода соединены между собой общими электронами парами. А на остальных валентностях у каждого углерода висят либо водорога, либо вот такая группа, УАЖ-группа. УАЖ-группа. Ну, три углерода, соответственно, три УАЖ-группа. Хорошо. Запишите для себя когмулу все. И сейчас я против... Что? Аж восемьдесят илоки? Да. Да, же нет. Но если я просто написал Аж восемь, сэр три. Ох, три. Как по-вашему, с таким химическим составом существует одно-единственное вещество или много разных? Конечно. Я взял, сгруппировал по другому атома и получил совершенно другую вещь. А вот сейчас мы в этой игре раздеваем. Я же говорил, молекула это конструктор Лето. Взяли, переставили детальки, из самолета получили дворец. А из дворца нужно получить аминь, а визнику. Бравильно. Я взял, переставил те же самые атомы, поменял на место и получил вещество совершенно другим свойством. Так что по вот такой качественной форме далеко не всегда можно расшифровать свойства вещества. А вот по такому структуре почти всегда. Сейчас мы отмой будем учиться. Когда не получается. Что? Когда не получается. Что не получается? Он сказал, почти всегда. А у Лиття, пока вы не знаете, как построено по-настоящему сложное молитву. Вот это, это те все. Да? Умейте лицо, РНК, РНК. Ну, вот РНК, РНК, белки, отмонстры. Это вообще чудовище. Да? Нет. Даже значительно более простые случаи все равно бывают очень почеребные. Какое количество ковалентность в этом соединении у кислорода? Количество ковалентных соединений, которые в данном соединении образуют данные элементы. Итак, первый вопрос. Какая валентность у кислорода? А есть какая-нибудь буквы обозначающая? Нет. Нет. Так и пишут. Балл. Второй вопрос. Какая валентность у кислорода? Ну и третий, вполне понятный. Какая валентность у кислорода? Один. У кислорода всегда один. А почему один? Потому что у него только одно электронное облако. А у него вообще только один электрон. Да. Ну как же он может образовать больше пар? А просто никак не будет. То есть у водорода всегда валентность один. А вот теперь, ребят, во всех биологических соединениях вот это правило будет работать железно. У кислорода всегда какая валентность? Два. Значит, во всех органических веществах у кислорода валентность будет. У углерода какая валентность? Четыре. Во всей органике всегда углерод будет образовывать четыре валентных облака. Задача будет следующая. Подойти к доске. Так. И выделить цветом три разные типа света. Одним цветом. Так. Показать неполярное, совсем неполярное, эковалентное. Другим цветом слабо полярное, эковалентное, там, где полюса не очень сильно выражены. И третьим цветом сильно полярное света, где наступит нам сильное полюса. Идея понятна? Три разные типа света. Это на формуле цветом выделить три разные типа света. Три разные типа электронных облаков. Вообще неполярное, слабо полярное и сильно полярное. Сильно полярное, там, где достаточно велика дельта зарядка. Дельта это разница. Где достаточно сильный местный положительный и местный отрицательный. От чего зависит сила полярности? От чего зависит возникновение или отсутствие полюсов света? От какого свойства взаимодействующих атомов имеется двуховариентная связь с облакой и двух общих электронов? Когда возникают полюса? Когда в одном месте электроны чаще, чем в другом. В том месте, где электроны чаще появляются, какой заряд был? Минус. У электронов тридцательный заряд. В том месте, где электроны реже появляются? Плюс. Плюс. Так? Вопрос. Берем два атома. В каком случае общие электронные облака между ними вообще не будет иметь никаких плюсов? То есть электроны равномерно висят по всему округу. В каком случае слабенькое равномерно, в одном углу электроны чаще, чем в другом. И в каком случае сильное равномерно. То есть электронов очень много вокруг одного атома. Они там не то, что много, часто бывают. Их плотность там лежит. Так? И низкая плотность другой стороны. Думать, от каких свойств атомов это зависит. От каких свойств атомов зависит полярность образованной ковалентной сферы. Берем одну пару атомов. Связь неполярна. У другой парочки атомов. Связь со слабыми плюсами. А у третьей парочки плюсы будут очень ярко выражены. Если с полярностью не разобрались, никогда не поймешь такое же творение. Почему, допустим, стекло в воде так растворяется не будет, а сахар в воде отлично растворяется. Растворяется ли в воде газом. Так? Почему масляная краска отлично растворяется крайне плохо, а от в воде отлично растворяется завтра. На самом деле, все начинается с полярности свежей. От каких свойств атомов будет зависеть степень полярности свежей, которая между ними возникает. Химическая свежая, а свежая, образующаяся за счет общего электронного облака, называется ковалентной. Правильно, правильно. Ковалентная бывает двух разных типов. Полярная и неполярная. Вот от чего зависит, какая ковалентная свежая образовалась. Полярная или неполярная. Полярная образуется, когда соединяется Пи углы ИС векторе. Не обязательно. Приведу вам потом массу примеров, когда ради Бога Пи и ИС соединяются, а свежая не полярная. Когда у одного атома электрон бывает дольше, чем у другого. А почему? И как это называется? Если у одного атома больше, чем у другого, то на это облако приходит больше к электрону. Нет, неверно. Вы пока не называете необходимый термин. У этого свойства название есть, которое мы с вами выбираем. Я не хочу вам подсказывать. Надо уметь пользоваться своими записами. Дельта, дельта, это сам факт отличия кулюсов. Дельта, это разница. Вопрос, почему возникает дельта электронной плотности? В одних случаях, ну-ка. Потому что она, например, из одного атома, с другого атома, с частью два пилобода. И в одном из случаев, например, этого, для пилобода, то электрон уходит на другом атома больше. Почему? Нет, дело не вражное. В одних, которые просто больше. В одних, которые... А если не ядра одинаковые атомы, то никаких невысок не будет. Одинаковые чего? Одинакового заряда. Одинакового заряда? Да, да. Ага, ну... Положите, да. А было ядра с отрицательным зарядом? Просто ядра. Ну, потому что у одного ядра заряд больше. Связано с этим, но вы пока не используете нужный термин. Как называется способность элемента притягивать электроны? Способность атома притягивать электроны. Как называется? Электрооперсательность. Ну... Электрооперсательность. Нет, да это разница. Электрооперсательность. Электрооперсательность. Способность атома притягивать электроны, на самом деле гидрация, конечно, называется электрооперсательность. Ну да, если встречаются два атома с одинакового электрооперсательность, то никаких плюсов и не будет. Конечно. Помните, мы с вами, с чего сегодняшний урок начали, да? Литий, бирин и так далее. Вот в этом направлении что будет с электрооперсательностью? Она будет увеличиваться. А вот теперь возвращаемся к этой форме. Ну-ка, попробуйте выделить светом неполярные светы. Ковалентные облака, в которых почти нет плюсов. Электронно-равномерное распределение. Слабополярное. И сильно полярное. Прошу. Давайте слабополярное. Вот это? Нет. Нет. Садитесь. Не вернуйте. Не вернуйте. Так. Слабополярное и неполярное. Да, слабополярное. Прошу. Давайте. Слабополярное. Так. 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 А вы не видите? Сейчас. Слабополярное. Большое. Большое. Вот это слабополярное. Да, да, да. Различие в реакторотрясательности между водородом и углеродом небольшое. Не сильно будет перетягивать углерод на себя облака. А вот теперь сильно полярное. Давайте желтый. Так. Абсолютно правильно. Народ, вот это не просто важно. Это исключительно важно для того, чтобы разобраться в нейтропеологических вещах. На самом деле почти во всех. Запомните, если форма где-то попадается у вас, так, значит, это значит, есть в этом месте полюса электрические объекты. Есть очень сильные полюса. Да, причем на водороде всегда какой полюс будет? Водород прикинул на себя электрон отнявки. Водород плохо держит электроны. Водород всегда будет положительный полюс. Значит, а на водороде всегда какой? Описательный полюса. Описательный полюса. Описательный полюса. Вот здесь, на водородах. Пулюса слабенькие есть, но они очень слабые. Во многих случаях имя можно вообще пренебрегать. Но называть вот такую связь совсем непонятно не стоит. А теперь, протокол газ аммиака. Слышали? Ага. Ну вот, в каких-нибудь сельских сортирах, где давно никто ничего не убирал, воняет как раз аммиакум. Газ с очень резким запахом. Химическая форма аммиака НН3. Сравните степень полярности вот этой свечи между водородом и азобом. И вот этой свечи между углеродом и водородом. Между водородом и азобом. Вот здесь более полярно. Та же азобом. А сравните силу полюсов вот в этой свечи и вот в этой свечи. И силу нет. Вот это могучие полюса. Здесь полюса есть. И они уже часто играли в свою роль. Но они, в общем-то, нам услышали. Спасибо.